Ширяево Мы просто живем здесь, в России, мы таких красот не видели Насладиться видами в Ширяево туристы приезжают чуть ли не со всей страны Теперь здесь восстановлен старинный дом промышленника Ванюшина Будут проводить выставки и творческие встречи Еще год назад это были руины А перед зданием появилась русская ладья Как и положено, а борт разбили бутылку шампанского На удачу Ладья сделана из сосны Это традиционный корабельный материал На парусах красное солнышко, а на борту добрые молодцы Они же и строители судна Схема у всех этих деревянных лодок в принципе одна Это киль, шпангоуты, в общем обшивка Банки, румпель, это все древнее Рядом с Ладьей на фестивальной поляне еще много свободного места Здесь хотят воссоздать облик дореволюционного села Построят мельницу, колодец с колесом и русскую печь Помимо печки и мельницы будут стоять застава пушечная Которая будет располагаться рядом с ладьей Вот на заднем плане ладья, там же будет застава Еще один символ Ширяева – местные штольни Они – дело рук человеческих Уходят вглубь на десятки метров Сто лет назад здесь добывали известняк А сегодня туристы отправляются в штольни За впечатлениями и фотографиями Вот только их фонари тревожат сон летучих мышей Это настоящий мышиный рай Сюда на зимовку прилетает несколько десятков тысяч летучих мышей Температура для них самая комфортная – 5-7 градусов Вот только зимовать мешают назойливые туристы Поэтому в Ширяево для них открывают музей летучей мыши Помещение музея еще готовится Его полностью стилизуют под штольню Экспонатами его наполнят к открытию в конце ноября Валерия Макарова, Константин Головин, События Животер Возьмите Сpaid